Добрый день, меня зовут Шкилев Максим и я продолжаю вот серию рассказов о своих путешествиях о тех поездках которые в принципе о которых я могу лично делиться лично вам рассказывать и я на прошлой неделе рассказывал о своей поездке в штат Гоа это Индия и о том какие были личные впечатления ну и основное наверное вот за что мне периодически люди говорят ну типа хорошо сделал это какие-то инструкции советы и рекомендации что с собой взять на что обратить внимание когда ты едешь в ту или иную страну вот соответственно сейчас я хочу начать и на этой неделе рассказать полностью о своей поездке в Париж называется этот тур экспресс Париж он длится 7 дней и по сути своей очень удобен для тех кто может выделить 5 дней рабочих да выехать в субботу начинается собственно сама поездка для киевлян ты выезжаешь из города Киева приезжаешь в город Львов и в 7 часов утра ты выезжаешь уже по маршруту маршрут данного тура выглядит следующим образом внимание на экран со Львова мы едем в Краков потом ночуем во Вроцлаве переезжаем потом Дрезден буквально рядом проезжаем с Франкфуртом там есть немножко времени но именно перекусить потом мы приезжаем в Реймс в Париж в Париже проводим практически два дня то есть две ночи там ночуем и нас потом на следующий день мы заезжаем в Версаль а уже из Версаля едем назад через Франкфурт на Майне через Вроцлав возвращаемся в Львов вот такая вот последовательность вот такой маршрут о котором я начну сегодня рассказывать и первая часть это собственно поездка из Львова в Краков и Вроцлав с достопримечательностями ну и соответственно с рекомендациями что именно что именно стоит обратить внимание да ну и первое да мы едем в комфортабельном автобусе в нашем случае это был вот такой вот скане автобус он считается полутора этажным то есть кресло находится выше чем водитель помещается всего 48 человек 48 посадочных мест вместе с руководителем группы и гидом поэтому считайте что при полном наборе 46 человек едет в автобусе наша группа собралась была достаточно разновозрастной то есть самому старшему человеку было за 60 лет самый молодой насколько я помню 17 лет то есть достаточно большой разбег по возрасту но было очень комфортно практически не было людей которые создавали дискомфорт группе поэтому группа удалось на славу бывают такие варианты что попадаются люди которые могут громко спать но нам слава богу такого не не случилось и это не может не радовать но у меня рекомендация номер один возьмите всегда с собой набор для спанья до для сна что это такое это беруши такие специальные заглушки в уши и соответственно маска для сна которая позволяет вам закрыть уши закрыть глаза и спать спим мы в дневное время в переездах но если вы считаете нужным не смотреть в окно вот и сам этот тур чем комфортен тем что нет ночных переездов мы всегда ночуем в отелях преимущество заключается в том что ты не так выматываешься все таки автобусный тур это определенная нагрузка да и следующее что хочу сказать комфортная обувь вам необходимо то есть сейчас особенно когда зима возьмите с собой достаточно мягкую и уже обувь который вы пользовались да не берите никогда обувь который вы то есть новую новую обувь потому что ходить достаточно много и в автобусе тоже хочется чтобы ноги расслабились поэтому мягкие тапочки для автобуса и соответственно какая-то обувь для передвижения это необходимо есть ну в данном автобусе у нас были полки где-то вот такой вот высоты в которой вполне комфортно влазили ручная поклажа ручные вещи и было все очень удобно поэтому возьмите с собой пару обуви в которой ходить и в которой можно находиться в автобусе мягкие удобные туфли это самое наверное то вот ну и соответственно первая точка нашего маршрута да это город краков до в город краков приехали вот такой вот радостной группой товарищей и вот это момент когда гид нам уже начинает рассказывать о достопримечательностях а достопримечательности основных у нас было две первая достопримечательность сейчас на ваших экранах это собственно вавельский замок вот он виден на заднем фоне его черепичные крыши и самый самая высокая это церковь точнее костел звонец одного из костелов который находится на территории отеля и дальше открывается вот такой прекрасный вид на реку и на мост собственно по которому мы приехали вот там вдалеке возле моста стоит наш автобус чтобы вы представляли что мы приезжаем сразу на небольшую площадку где из автобуса мы выходим вот по этой дорожке идем в сторону вавельского замка и по пути у вас будет короба в небольшая возможность покормить вот таких прекрасных птиц это лебеди утки а вот поэтому можете смело с собой захватить какую-то корочку хлеба и порадоваться радости ваших блин наших ближних наших друзей вот это как раз поднимаясь уже в сторону замка а собственно когда мы поднялись чуть выше вот такая вот открывается перспектива и вот это одно из самых старых зданий замка это насколько я помню 12 век ну уже нашей эры и и это здание ну одно из самых основных зданий это башня в которой держали самую самую последнюю осаду и о нем очень интересно рассказывал гид вот запомните задать вопрос для чего использовались вот эти маленькие окошки которые есть в основании и по всей высоте этой башни вот по городу постоянно курсируют вот такие вот карет в которых вы можете тоже после прогулки по замку тоже ее арендовать прокатиться но у меня вот смешанное отношение к такой возможности почему потому что с одной стороны это выглядит вот очень очень красиво да еще раз покажу вот такая вот карета лошади кучер и так далее но есть одна особенность по закону лошади должны быть стерильно чистыми то есть не справлять свою нужду на улице города поэтому есть специальные мешки которые находятся между лошадью и каретой вот в которой собственно навоз и складируется поэтому запах при движении как раз идет в карету и достаточно сложно особенно когда не спеша идет лошадь достаточно сложно наслаждаться видами потому что отвлекает запах но это такая вот небольшая особенность нас это немного смутило поэтому каретами мы наслаждались со стороны вид действительно красивый но и собственно вот это вид замка к которому мы подходили а вот это вот картинка там получается извилистая такая дорожка чтобы подняться наверх и поднявшись наверх вы обнаруживаете вот такое вот наполнение замка то есть множество зданий есть один из самых старых костелов вот этот вот костел в котором 12 фигур епископов аббатов и так далее вынесены за периметр этого костела но и была такая история насколько я помню это нам рассказывала гид что местные шутят по поводу того что место так было немного что скульптуры пришлось вынести за порог но и соответственно вот наша группа которая после визита в костел вот вход в костел насколько я знаю все уже в экскурсию включено то есть преимущество данного маршрута экспресс в париж заключается в том что все базовые экскурсии в каждом из городов которые мы посещали напомню это краков дрезден франкфурт-на-майне реймс и париж все базовые экскурсии включены уже в стоимость данного тура это огромный плюс особенно для тех людей которые впервые едут по этому маршруту то есть все базовые достопримечательности вы узнаете от квалифицированных гидов которые вам это расскажут ну и соответственно как сама экскурсия длилась приблизительно полтора часа это сначала вот проход от точки первой нашего прибытия помните возле моста да мы прошлись по набережной потом поднялись наверх вот кто и помните башни двенадцатого века прошли мимо башни и повернули уже во внутреннюю часть замка и там исследовали собственно сам вот такой вот костел познакомились тем как жили и что делали его жители вот соответственно следующая точка это мы проходили уже как я говорил мимо ну то есть по улицам постоянно ездят вот такие прекрасные кареты и потом мы пошли на площадь вот эту вот фотография с площади это так называемая рыночная площадь это вторая точка нашего маршрута сюда идти ну приблизительно с пол километра от замка вот и на этой площади сейчас вот в данный момент конечно бушует новогодние рождественские ярмарки в тот момент когда мы приехали это только начиналось там буквально было пять шесть точек которые уже начинали продажу различных новогодних сувениров ну и в принципе сувениров которые стоит купить в памяти о посещении этого города красиво там действительно очень и очень вокруг прекрасные храмы старинные здания о которых очень интересно рассказывает гид фактически на этой площади рыночной площади закончилось наше путешествие но для нас еще был один сюрприз нам показали очень интересное место в котором мы все вместе поужинали место изнутри выглядит вот таким вот образом то есть это старинное такое подвалы в которых нам предложили ужин который обошелся в принципе где-то в районе 12 евро и включал в себя в том числе вот такую вот прикольную похлебку это грибная похлебка в целом каравая который вот из середины мякушка выбрана и туда сама это похлебка на лито очень вкусно при этом ты сразу и кушаешь и кушаешь и хлеб и собственно этим закончился наш первый день еще раз повторюсь как был устроен наш маршрут мы в семь часов утра сели в наш автобус буквально за полтора часа мы добрались до границы сначала мы проходили украинскую границу там очень комфортно то есть вышел из автобуса те кто курят там рядом курилочка есть кроме этого туалеты и есть небольшая кафешка где можно купить кофе какие-то небольшие бутерброды на вот ожидали мы там приблизительно 40 минут у нас забрали все паспорта и также все паспорта потом выдали мы пересекли границу это уже была польская граница там зашел таможенник и в отличие от нашего он не собирал паспорта а у каждого просканировал паспорт вот и буквально вот 46 человек минут за 20 он обработал и мы поехали дальше то есть буквально к двенадцати часам или к часу где-то в этот промежуток мы уже были в кракове то есть общий путь у нас занял где-то пять часов ну понятно у нас было три перерыва один мы вышли когда ехали в сторону границы потом собственно на самой границы у нас был перерывчик именно выйти ноги размять и так далее и потом когда мы ехали в краков посередине была еще одна остановка вот приехали в краков и до самого вечера практически мы были в этом городе сначала полуторачасовая экскурсия я уже показывал это вавельский замок с его внутренним наполнением убранством костелом знаменитым и так далее фактически это сердце города кракова действительно очень очень интересные с исторической и с культурной точки зрения второе это площадь театр рыночная площадь на которой тоже и очень красиво особенно вечером когда загораются огоньки и соответственно можно купить каких-то сувениров потом есть как минимум полтора два часа на свободного времени это уже после экскурсии когда вы можете покушать погулять по улицам вот купить каких-то сувениров и нафотографироваться вдоволь после этого мы переехали в город вроцлав в котором у нас и был ночлег в отель мы попали где-то полдесятого вечера вот хороший отель вот собственно его название диамант и что могу сказать за этот отель очень комфортно это наверное единственный отель из всех которых мы ночевали о них я буду рассказывать позже завтра послезавтра то есть каждый день вот в районе час час двадцать час тридцать я буду выходить в эфир и рассказывать собственно об этой поездке так вот в этом отеле в отличие от всех остальных был дополнительно набор чайный то есть чайник вода отдельная да потому что в европе до можно пить воду из кранов но мы как-то все-таки к этому не очень привычные поэтому есть водичка и есть набор чай кофе который вы можете приготовить прямо в номере но чем мы собственно и воспользовались приехали поселились поселение практически мгновенно то есть руководитель группы получает ключи и просто по фамилиям раздает то есть не оформляется никаких документов но совершенно не так как у нас допустим было когда мы приезжали там в турцию в египет когда тебе нужно отдать паспорт оформляются документы там сканируются паспорта и так далее здесь буквально по фамилиям раздали ключи обратите внимание вы будете если нет каких-то специальных условий жить в двухместном номере карточка выдается одна но при этом на ресепшен не всегда можно попросить вторую карточку ну бывает так что допустим один номере курит ну то есть один курящий один не курящий если вы выходите из номера и забираете карточку то выключается везде свет конечно можно всегда вставить карточку обычную пластиковую с ну допустим банковскую карточку и тогда свет будет в номере но не всегда это рискую делать потому что бывают магнитные вот эти вот считыватели и карточка потенциально может размагнититься я честно не сталкивался ни разу с таким вариантом но в любом случае рекомендую захватите с собой в поездку обычную какую-то скидочную карточку которых у нас великое множество пластиковую сможете ей воспользоваться чтобы оставить свет в номере включенным самому выйти по тем или иным нуждам или просите сразу при поселении вторую карточку парную карточку для своего номера вот отель diamant или diamant как написан да вот это отель 4 звезды очень классный завтрак ну в принципе это уже история следующего часа следующего раза то есть как мы проснулись как мы провели ночи во врославе и поехали через германию в дрезден и дальше в реймс это я буду рассказывать завтра так с вами был шкелев максим спасибо за внимание до завтра до нового эфира